В Хабаровске сегодня ввели в строй очередную очередь нефтепровода Восточная Сибирь, Тихий океан. Теперь сибирская нефть напрямую потечет в Японию, Китай, США, Южную Корею, Филиппины, Сингапур и Тайвань. А на мировом рынке, кроме знаменитых марок Брент и Юрлс, появится новая ВСТО. Данил Горчаков слышал команду президента. Танкер готов к погрузке. Докладывает территориальный диспетчерский пункт Хабаровска. Струбопроводная система подготовлена к пуску. Старт системы нефтепроводов ВСТО-2 в Хабаровске был дан сегодня ранним утром. В столице в это время было только за полночь. Команду на запуск отдал президент России с помощью видеомоста. Хочу поздравить всех вас с завершением этой грандиозной работы. Поблагодарить за нее и пожелать вам успехов на будущее. Это и новые рабочие места, это, значит, заработные платы для людей. Это технологическое развитие и новые возможности для развития производительных сил. Пуск нефтепровода Восточная Сибирь-Тихий океан на недавней большой пресс-конференции глава государства сравнил по значению с окончанием строительства БАМа в 80-х. В таких суровых условиях так быстро трубопроводные системы не строили еще нигде и никогда. Вторую очередь ВСТО от Приморского городка Сковородино до Приморской бухты Козьмина начали тянуть в январе 2010-го. Сперва рассчитывали закончить стройку в 2014-м. Получилось намного быстрее. Вот. Труба живет. Дышит труба, как будто бы. Движется. По системе ВСТО на экспорт уже идет нефть уникальных сортов из недавно открытых и запущенных в разработку месторождений Восточной Сибири. Сам бренд уникальный по качеству. Нефть лучше дубайской. И продается с премией по сравнению с дубайской примерно на 3-4 доллара. Вот она знаменитая нефть совершенно новой марки ВСТО. Она очень пахучая, совершенно не липкая. Специалисты говорят, что по своим свойствам она намного превосходит марки нефти, которые добываются в арабских странах в бассейне Персидского залива. Но чтобы эта нефть утвердилась на рынке, необходимо, чтобы по трубопроводной системе Восточной Сибирь-Тихий океан каждый год на экспорт отправлялось не меньше 30 миллионов тонн вот этого продукта. До этого официального открытия второй очереди нефть в порт Козьмина везли за тысячи километров железнодорожными цистернами. В год получалось отправить не больше 15 миллионов тонн. При транспортировке по трубе этот объем можно удвоить, а в перспективе довести до 50 миллионов тонн. Уже ясно, что нефти из ВСТО-2 хватит не только на экспортные поставки, но и на то, чтобы загрузить два перерабатывающих завода в Хабаровском крае и будущий нефтехимический завод под находкой. Данил Горчаков, Борис Андрианов, 5 канал, Хабаровский край.